приветствую всех товарищи да вас не обманывает досклуд вон резко вышла серии вот пас еще вам подгоняют туманчику вот вам туманчик еще туманчик сто процентов будет выходить регулярно так как все-таки эта игра хотя бы имеет быструю перемотку и я могу быстро дойти до нужного места если пожелаю и довольно быстро там за минут 30 я могу пробежать пол книги а вот к сожалению с доску там так не получится так что я постараюсь еще максимум еще одну запись которая в которой потерялся звук озвучить как я вижу очень большой такой резонанс и как сразу так прямо а ситиаров взлетел прям до небес это показывает что очень уж вам нравится тоску но конечно немножко чуть поменьше вот надеюсь вас не перебивает звук надеюсь у нас не перебивали не слишком громкий не бьет по ушам и меняют буду надеяться тоже слышно немножко уменьшил максимально чтобы он был послабее вот надеюсь вы останетесь довольны ну а мы продолжаем сейчас мы находимся в демонстриаре и наконец-таки продолжаю наше прохождение всем приятного просмотра и за вас выпьем у меня пока что к сожалению чай не сладкий так что мне будет не так приятно так то лучше ну а теперь вперед как вообще работают эти капсулы как удалось разбудить зловещий механизм как поисами монстр великан давай как удалось разбудить здешние механизм ходят легенды но никто точно не знает как где он стриаре все работы например капсулы как они устроены неизвестно они словно живые чинят сами себя главное поставлять им людей они сами опутывают тело трубами шлангами и другими непонятными штуковинами биомеханическое море с помощью своей сети кровеносных сосудов и нас сосудов на стене соединяется с и испытуем и и через несколько дней человек превращается в это огромное бесформенное нечто пройдут долгие годы монстров сможет породить тысячи измененных прежде чем умрет затем труп расшлиняют выковыривают по куску из выковыривают по кускам из капсулы и выбрасывают вывез стальное море и тащат нового несчасть участь которого станет но стать новым инкубатором за нашими спинами раздается прекрасная мелодия флейты ошарашенный я лишь киваю видимо шок отражается на моем лице потому что помощник предлагает уйти с демонстриаре согласиться без колебаний я соглашаюсь уверен что по ночам часто будут сниться это место ожившие воплощение самого страшного кошмара чувство переполняют меня отвращение злость ненависть и даже ярость нужно дать себе немного времени успокоиться я смотрю на зурда и не понимаю как он вообще живет в вес версавии здесь его превратили в чудовище и страшно представить что хранится в его памяти и тут же себе говорю я ведь могу узнать стоит только коснуться влазить или ему в память так теперь вопрос века влазить ли ему в память и можно конечно коснуться но я не знаю мы же знаем что наше влезание в памяти хоть если мы будем вести себя даже если мы вывести себя аккуратно и деликатно и медленно медленно прорваться к нужным воспоминаниям это все равно будет иметь эффект азур все-таки наш помощник и друг я не очень хочу как говорится копошиться в памяти человека который ну является моим знакомым и товарищи ой чего это а продолжить извините я молку отрубил случайно может коснуться кладу ладонь на плечо помощник ничего пустота понимаю что уже не единожды затраги отрагиваюсь до зурда но моя способность не работала странно помощник показывает рукой на ближайшую открытую площадку выкрикивает господин смотрите один из монстров великанов тот который следил за нами бешенок крутит головой и вас единистое тело покрыто черными венами сотрясается в болезненных конвульсиях руки пытаются оторвать содержащие их сдерживающие их стальное стальные механизм мешкова мешковатый подбородок на глазах раз мешковатый подбородок на глазах распухает покрыла покрываясь гноенными рад сосуды на стене приобретают густой черный оттенок из-за чего биомеханическое море вокруг площадки у включивается пузыри пузырь не пузыристы пузырчатый пены кромовики до того спокойно стоящие у алтаря спешно бегут к мосту страшники же стражники же наоборот стекаются к монстру великан раздается первые крики жрец на столбе меняет мелодии крутится с плейт и в танце но не добивается и результат что-то идет не так стиснуть кулаки стиснув кулаки я предчувствую беду по-прежнему дорожает ресясть циклопический червяк открыл отрывая открывает пасть и выплескивает огромный спусток слизи тот тот с мерзким и чавканьем шлепается на алтарь от него исходит пар и бесформенная поверхность пузырится войны закрывают единственный выход на цели цели на метрическое стак сооружение ощетинившись копьями и мечами и ждут все взоры горожан на мосту устремлены на открытую площадку мой внутренний голос требует поскорее убираться из демонстриария но меня будто преграждает к месту слизь стекается сгустка на алтаре и становится понятно что люди подверг подвергшиеся изменению в глотке монстра великана превратились в один большой комок плоти их расплывавшись расплывшиеся лица лица торчат из нагромождений складок кожи морщинистые рты криви криви кривятся закрываю кривятся закрытые веки подрагивают худые руки тянутся к своду залу ё-моё люди не заслуживают такого ошибки случаются очень часто начинает зурт поэтому в демонстриарии так много воинов и проверьте все они мастерски обучены убивать лучше из лучших охраняют жрецов от таких вот страшных случайность вы только посмотрите в какую мощную броню закованы стражи каждая стальная пластина надежно защищает кожу от попадания слизи или других яд хотя я уверен беспокойные беспокойство излишне чаще всего ошибки не представляют угроз он делает особый акцент на слове ошибки их тела настолько изуродованы что сердце не выдерживает и лопается точно перед перезревший плод но правило договорить он не успевает страшный грамма грамма громоподобный охот прокатывается будем по демонстриарию заглушая все прочие шумы этот звук тысячами игл вонзается в уши и падает прямо в мозг все мысли и чувства сметают безумно ледяной волной от которой наступает устоят и ней ой чешется нос глубоко вздохнуть глубоко вздохнов я будто превращаюсь в каменное извоение приходит понимание ошибка как назвал урод самый помощник отнюдь не так слабо это ожившая масса плоти в пивале со множеством костлявых рук в свои лица и смеется рви смеясь рвет плоть нас отделяет огромное расстояние на я готов поклясться что слышу с каким звуком кожи стирается с черепов даже стража на площадке не даже стражи на площадке не рвутся в бой знать на мосту знать на мосту спешит поскорее убраться подальше пойдемте господин здесь не на что смотреть говорит зурт визит между тем в кохот не смолкает а наоборот усиливается становясь еще громче созданные измененные весело размахивает обрывками собственных собственных лиц и пялиться на толпу воинов с каким-то неестественным удовольствием затем из складок его бесформенного тела появляются длинные гостинистые ноги похожие на лапки насекомого охранники наконец выходят из оцепенения и стройно двигаются на тварь однако то отпрыгнув от металлического пола смывает воздух это происходит так быстро что вначале мне показалось будто она просто исчезла испарилась а уродец хорошо двигаться для того кто только что был выплюнут через несколько мгновений измененный появляется появляется за спинами стражей из игруш и из груз и игрушечной легкостью расправляется с задними ряда вот тебе ошибка что-то он не похож на ошибку вот тебе ошибка блин ошибка ошибка прям ошибка ошибка просто сметает всех через несколько мгновений до его длинные руки несмотря на худобу поднимаются поднимают в воздух закованных в тяжелую броню воинов и кидают в механическое море из раздутого до невероятных размеров горба вылезают гибкие много сус много суставочные отростки оканчивающийся истинными лезвий и принимаются и принимаются резать кромсать пилить пронзать сражение превращается в бой душе и доносятся крики перемешанные с отвратительным чашками вот тебе и horror блин так продолжаем и кстати говоря я проверил удивление на удивление запись сохранилась до к удивлению сохранение идут скорее всего не надо только лд-плеер просто закрывать и тогда все сохранится он я вернулся и сохранилась если все и так дальше будет то значит и проходить мы можем даже еще быстрее на площадку спешат все новые и новые стражи мы уже собираемся уходить когда хухат вдруг приближается я оборачиваюсь тварь делая огромные прыжки направляется в нашу сторону время будто замедляется в воду замедляется воздух густеет и все звуки превращаются в один долгий низкий обдумать ситуацию я лихорадочно соображаю как спастись и на мой пом и мой помощник news я им ему я и мы у я и мой помощник успеем уйти враг за мгновение преодолевает гигантские расстояния дурт конечно же вступится за меня но он совершенно беззащитен не доспехов не оружие у него нет костяные лопти попросту разрубит его на части крематорий ему все-таки было проще или ошибаюсь там противостояние там противостояли десятки там нам противостояли десятки измененных а здесь всего один однако даже обученные закованные в доспехе ветераны далее себя обмануть этой горе плоти что и кого что говорить прозорно остается только одно вступить в бой самому но в демонстриарии собрались знать жрецы служители культа местного бога я выдам себе какой путь выбрать дать помощнику себя защитить давайте вступим в бой мне плевать если мы потеряем драгоцую нашу репутацию нас она почти блин под 400 почти герой репутация я не хочу отдавать зурда на съедение этой твари она может его убить и даже если были мне какого-то хрена выдадут блин злую репутацию за это не спасибо не надо вступить в бой самому понимая что уйти не удастся зур встает на пути измененного но я отвлек я отталкиваю и вы выбегаю вперед нельзя рисковать своим помощником в отличие от меня у него всего одна жизнь никогда себе не прошу если он погиб гора плоти оказывается перед перед нами источая тяжелые запахи гниль от ее тела по-прежнему исходит клуб клубы дыма а под ногами растекается мутные лужи хохоча она бросается в бой костяные клинки начинают кружиться смертоносной мельницы несмотря на свою массивную комплектацию тварь двигается легко с мастерством опытного воин отступая все ближе к краю моста я едва уворачиваюсь от ударов отскок назад прыжок вправо чтобы лезвие не раз не рассекло меня надвое еще раз отскок назад разум больше не контролируют мои движения иначе бы я уже давно главное не отстава не останавливаться и крутиться вертеться точно волчок гора гора плоти с остервенением машет костяными лезвий отрубить руки нанести смертельный удар схватить 2 и потянуть на себя давай как только я опираю опираюсь спиной а парапет внезапного хватая его за длинные руки и силы тяну на себя плаца челюстями она придавливает меня всем своим массивным телом затем за мной раздается громкий треск мы вместе с тварью валимся назад воздух воздух свист в ушах воздух свист в ушах вверх и вниз стремительно меняются местами все кружатся ноги пытаются нащупать перед собой опору но барахтаются в пустоте смотрите минус 5 скорее всего если мы отрубить отрубить руки это будет слишком жестоко тут скорее всего в бою такое дело мы в любом случае получим злодейскую репутацию как бы мы не старались вообще в любом случае и получим но тут зависит от того насколько жестокими мы будем хотя странно такого фига это является проявлением злодея мы ведь не нападали на кого ладно бы если вы там знаете мы бы просто убивали всех подряд там были варианты когда мы могли могли был выбор именно спрятаться тут чего отдать на съедение зурда нет спасибо я лучше 5 злобы получу хотя и логики у этого довольно непонятно цепившись в измененного я камнем еще вниз наконец печат печаталась плечом во что-то мягкая и теплая погружаясь вы погружаюсь вы переплетение остальных жил точную воду в ноздри рот и глаза лезут мерзкие паутины сосудов счет кожу перестать паниковать я пытаюсь успокоить себя нельзя терять контрольной ситуации необходимо сосредоточиться расслабляю тело становится немного легче взгляд сфокусировавшись после падения падает на гору плоти она точно как и я барахтается в биомеханическом море тонкие трубки а опутывают ее стальными клещами и жилами точно роя огромных мосиком их вонзающихся в кожу тварь сопротивляется рвет пытается не дать жужжащимся жужжащий жужжащий серый поверхности скрутить себе но у нее ничего не выходит ее тело вы высыхает и съеживает бесчисленные лица черепа пялись на меня десятками окровавленных глаз открывают отрывают и закрывают рты словно хотят сказать нечто важно потом они исчезают появившийся черный пень и сердце успевает сделать 20 ударов прежде чем огромная душа полностью не растворяется в и реальном море все кончено хвала богам я жив я не сразу понимаю что механизмы не спешат разорвать меня на части или вытянуть на дно наоборот они каким-то образом поддерживают мое тело на плаву тонкие провода щелкающими с щелкающими щелкающие стальными кубики щелкающие стальные кубики размером с ноготь и подрагивающие зеркальные шарики точно живые сторонятся моих прикосновений изредка по их поверхности пляшут электрические разряды но вреда они мне не наносит не знаю мы кто вообще такой непонятно нас вообще ничего не трогает самые ироничные нас вообще ничего не убивает но у нас могут убить люди но нас могут убить люди но вот вот такие механизмы и так далее они у нас почему-то не трогают просто почему непонятно их я ощущаю как тепло проникает в каждую клетку организма наполняя он наполняя из извлечь до ушей доносятся с тысячи голосов они говорят все одновременно чего слов совсем не разобрать улавливается лишь подбадривающие интонации биомеханическое море успокаивает господин так посмотреть на перила моста посмотреть на опоры моста перила перевожу зол на перила моста там толпятся люди на помощника не вижу господин я ниже взор держится за переплетение балок пола балок опор покачиваясь на одной руке от волнующийся стальной поверхностью видимо пока я боролся с горой плоти он спустился за мной вы можете подплыть ближе сейчас попробую хотела было начать грести но что-то само подталкивает меня в сторону помощник воздух бьет струи фиолетового пара хватаетесь я беру его за ладони вылезаю на биомеханическое изберем них они биомеханического моря обхватываю локтями балки опоры вы себя чувствуете хорошо ага почему ты так страшно смотришь на меня ага почему ты так страшно смотришь на меня потому что вы первый кто столь легко вышел отсюда будто в бассейне побывал он делает непонятный жест руками когда я в последний раз увидел как какого-то бедняку умудрились вытянуть из остального моря то у него было раз были расплавлены ноги и часть туловища это еще один знак что вы и вы избранный хотя не стоило так рисковать откуда вы знали что спокойно выберетесь от валия поглотить пучина я не знал признаюсь его губ касается широкая улыбка поддержкой зорда я забираюсь на мост вокруг уже толпятся пораженные зеваки все смотрят на меня как на живое воплощение чудо где-то справа раздаются грохот десятков доспехов сюда спешат стражи помощник хватает меня за локоть и ведет к плотной толпе что собирается уходить из демонстриарии из-за атаки горы плоти он объяснять если нас хватит то живыми уже никогда не выпустят особенно после того как я вылез из биомеханического моря удивительно но растворившись в людском потоке нам удается покинуть это мрачное место без происшествий вы успешно прошли квест демонстриарий наконец-то так давайте выберем что тут можно выбрать он тут на выбор ну давайте первое сразу первое выберем на себе на давайте сделаем скриншоте принт скринчик давать скринчик сделает сделаем скринчик давать прям на скрин вот так вот потом уже это все увидеть вот так зурт говорит что нам нужно попасть на фермы а мы найдем женщину воспитавшую меня в детстве интересно наконец-то мы встретимся с мать мы встретимся со своей матерью здесь безопасно говорит зурт поэтому можете вести себя расслабленно стражи не обратят на вас внимание он закрывает за моей спиной ржавую дверь и дергает рычаг лифт скриж скрижещет но медленно и начинает подниматься в обшитых бронзовыми пластинами стенах что-то булькает трещит и сопротивляется надеюсь мы доберемся до нужного места шучу я это развалюха и не выглядит прочной падать с такой высоты будет больно механизмы богов по-прежнему работают хорошо господин и волнуйтесь местные мастера тут сладятся следят за всем я что-то сомневаюсь в этом выглядывал в маленькое окошко напротив меня устремляется к самому подземному своду башни с открытыми галереи на каждом ее этаже раскинулись цветочные сады поля красных желтых фиолетовых бутонов слабо колышутся на искусственном ветру шелестят листьями покрывая покрыл поскрипывают миниатюрные деревца с фиолетовыми плодами то и дело раздается громкий шип иск срабатывает поливу поливочные системы из потолочных механизмов бьется потоки воды орошая искусственную землю скажу честно мне очень кажется что это не боги а предыдущие люди отстроили но я очень сомневаюсь что это боги потому что но если в других тут нет намека прямо на то что боги есть скорее всего это предыдущие хотя подожди но мы есть олицетворение бога мы буквально постоянно умираем страдаем на каким-то образом постоянно возрождаемся словно иисус а тут резко так что возможно боги и есть но что-то мне кажется что все таки эти механизмы сделал сделал сделали не боги а кто-то другой кто-то иной ну ладно я думаю на этом мы и закончим нормально по 30 минут чтобы пару я постараюсь побольше серии записать сразу несколько чтобы вы вы немножко говорится насытились и да возрадуйтесь наконец-таки хоть что-то да будет появляться теперь и под аскуду по другим играм наконец-то мы закроем эту чертовую эти игры которые мы не можем пройти почти два года закончим с ними и тогда будет куда легче дальше продолжить наше плавание надеюсь вам понравилось пишите комментарии предлагайте игры теоретизируйте насчет этой игры потому что реальная из той истории хоть она и просто виде текста но если как говорится включить свое воображение и даже представите каких чудовищ и все как там все описывается вот интересно все таки что же будет дальше буду рад с вами об этом поболтать не ну так же еще ставьте лайки и дизлайки это на ваше усмотрение понравилось вам или нет критикуйте также говорите что можно улучшить но думаю сейчас думаю этот видеоролик куда приятнее потому что тут куда лучше звук чем вы доску будет но извините в доску где я все-таки записываю на телефон хоть он и хороший микрофон него тоже хороший но ничего думаю все таки я может попытаюсь постараюсь успеть пройти на лд плеере доску ты может быть мы уже будем на моем обычном микрофоне записывать заглядьте в описании там будет . на мой дискорд сервер и на рутуб канал там в к я буду перекидывать туда видеоролики с ютуба и также там на и на рутубе потихоньку люди подписываются так что переходите на всякий пожарный вдруг что с ютубом случится так мы зато не потеряемся на всякий пожар и также есть ссылочка на человека на крайне хорошего парня дизайнера который сделал нам шапочку и логотипчик он делает главное недорого особенно если выбрать хорошее время когда скидки когда скидки идут вы сможете и шапочку и логотипчик под свою тематику подобрать он сделает вам хорошую шапочку и логотипчик и другие и другие услуги там также есть так что переходите и копируйте ссылку так как сожалению ссылки не работают вы можете их копировать если надо я их буду кидать тогда в описании я буду делать комментарии с ссылками тогда кстати говоря да надо было сразу и так делать вот так что сможете переходить через комментарии и также подписывайтесь ставьте колокольчик чтобы первыми узнавать о выходе новых новых прохождений разных игр и с вами конечно же не прощаюсь скоро увидимся друзья